Мы помним, что в Советском Союзе Крым был всесоюзной здравницей, житницей и кузнецей одновременно. Расскажите, что происходит сейчас, что люди перестали работать, они потеряли квалификацию, или может быть нами просто плохо управляют? Мы два дня подряд видим, что совхозы и толпозы, которые были миллионерами и гордостью Крыма, их просто не осталось, их уничтожили. Крупные предприятия, которые всегда были гордостью, Севастополя и Крыма, тоже уничтожены. Практически нет рабочих мест, соответственно, нет и налогов. Но власть же сама сделала так, что выгодно производить почему-то в Китае, но не выгодно у нас. Что люди стали бедными, нищими, и предприятия развалились, поэтому налогооблагаемая база сузилась. И, конечно, федерация забирает все деньги к себе, а потом раздает там хорошим, плохим, сама определяет, сколько кому нужно отдать. И, конечно, наше предложение бюджетное законодательство поменять, поменять налоговое законодательство, делать так, чтобы регионы стали самодостаточными, чтобы не хватало денег на их полномочия. Все эти предложения находятся в программе «10 шагов достойной жизни». И поэтому, слушайте, мы прекрасно знаем, что 30 лет назад Крым, Севастополь были богатейшими территориями, которые не ходили с протянутой рукой. Можно ли это вернуть? Да, можно. Что для этого нужно сделать? Прийти на выбор и проголосовать за нашу программу. Поэтому, знаете, всему есть объяснение, но нет объяснений одному. Почему в самой богатой стране мира люди, простые люди, простые люди, которые хотят лучшей жизни, почему-то живут беднее многих африканских стран. А как вы думаете, дотационный дождь из центра, он будет и дальше таким? 2 трети все-таки бюджета формирует? На самом деле, мы все время говорим, что минимум 50% всех налогов должно оставаться в регионе. А на Дальнем Востоке 2 трети? Да. Если необходимо, бюджет России должен помогать. Но для того, чтобы изменить ситуацию бюджетной связи, нужно как минимум принять программу КПРФ, программу наших союзников, и сделать бюджет вдвое больше. Как это сделать? Естественно, мы знаем. Национализировать так называемые сырьевые ресурсы, взять, ввести акцизы на виноводочную продукцию и на табачную продукцию. То, что мы раньше делали в советское время. Значит, сделать богатых людей донорами. Прогрессивно. Да, потому что у нас олигархи вообще не платят налогов в казну России. А бедные почему-то облагаются повышенными налогами. И все это нужно менять в комплексе. Для того, чтобы не поменять, нужно, конечно, победить. В Севастополе введены очень жесткие ограничения в связи с этой новомодной болячкой. Даже при заселении в гостинице требуют паспорт вакцинации. Нет, говорят, Массандра помогает. Массандра помогает все-таки. И Критинбель тоже. Вы имеете в виду, что когда ходишь вместо паспорта вакцинации, Массандра, тогда помогай. Я это понял так. Как вы думаете, способны ли такие жесткие меры побороть эту новомодную болячку? Или, быть может, все-таки корень зла кроется в развале медицины в целом в стране? Ну, смотрите, практически уничтожены были инфекционные больницы. Хотя специалисты, врачи говорят, что ни в коем случае этого делать нельзя. И когда весь мир столкнулся с этой болячкой, но она действительно присутствует, то выяснилось, что у нас нет не только больниц, но и врачей. Людей, которые могут профессионально противостоять этой болезни. Это все реформа здравоохранения, это ее результат. И когда мне кто-то сказал, что давайте разложить венки к поклонному кресту, который в основном видели в памяти репрессирован, я сказал, что пойдемте лучше, мы ложим венки на кладбище к тем людям, которые пострадали в результате вот этой бездумной, бездарной реформы здравоохранения. Тем более, что их гораздо больше, чем репрессировано. И мы сами того не понимаем, оказались в стране, которая из лучшего медицинского обслуживания, когда это было в Советском Союзе, стали худшим из цивилизованных стран, которые не могут предоставить нормальную, бесплатную медицинскую помощь. Поэтому я считаю, что вот эти вот попытки надеть на нас маски, это не более чем на эти платы за воздух. То есть вроде как он уже налог такой. Если ты в маске, то 5 рублей у тебя налог, а если ты без маски, то 5 тысяч. И тебе пришли. Но вы сами видите, когда идут какие-то провластные мероприятия в тех же Лужниках, ну там все фотографируются из члены герой, без масок, близко друг к другу стоят, никаких проблем не существует. Но только мы появляемся, вот не как-то рассказывал об этом, что рассядьтесь в Барнауле через одного обязательно. Вот эти вот двойные стандарты, это очень плохо. Тем более, что мы же с вами ездим в метро, в автобусах, мы видим, что там происходит. И понятно, что это, как это, своим всем остальным законом. Вот это очень плохо, но нам нужно готовиться к тому, что здравоохранитель должен финансироваться совершенно по-другому. Мы же в программе предлагаем вдвое увеличить, до семи процентов ВВП увеличить финансирование здравоохранения. Это может реально решить вопрос, в том числе с любой пандемией, тем более с той, которая сейчас происходит. Из образования полностью выхолостили функцию воспитания. Павел Николаевич, нужна ли эта функция и что предлагает КПРФ в этом направлении? Мы только что проводили встречу и два вопроса было уже в частном про образование. Да, это не только воспитание, это еще и трудовое воспитание. Практически мы, наши власти сделали так, что мы воспитываем человека потребления, человека труда. И в результате мы ничего не производили. Нам нужно срочно менять систему. И еще одна женщина пришла и спросила, а вы в своей школе по советским учебникам учите? Так, интересно. Я говорю, к сожалению, нет, но советские учебники учили доброму, учили труду, учили самым лучшим проявлением человеческого характера. А сейчас учебники учат совершенно другим. Я с Николай Николаевичем в чем согласен? Воспитание, мы отменим ЕГЭ однозначно, потому что это угадалка, угадайка, как говорит Геннадий Андреевич, она, конечно, никому не нужна. Тем более смысла теперь в этом нет, потому что все больше и больше места в вузах становятся не бюджетные, а платные. И поэтому какой смысл соревноваться, когда все равно ты должен заплатить. И мы видим, как, например, образование в Финляндии, Швеции и других европейских стран уходит далеко вперед, потому что они взяли наши советские принципы в образовании. Поэтому нам нужно срочно, назад в будущее, вернуться к нашим истокам, к социалистическому образованию, к образованию, которое позволяет человеку труда быть грамотным. А вот это образование, ну, на нем просто забыть, я имею в виду. Тем более дистанк, вы же понимаете, он вообще ничего не несет, кроме возможности сэкономить на образовании их принципы. Главная их цель – это сократить расходы на образование и сделать народ еще более бесправным и неграмотным. Потому что грамотный человек начинает задавать вопросы. Он говорит, а почему мы живем в самой богатой стране мира так бедно? А почему у нас нет социальных лифтов? А почему у нас написано в Конституции, что образование бесплатное, оно сплошь платным стало? Поэтому мы за грамотного, умного человека, который может стать гордостью страны. Поэтому образование надо менять. Санкции. Западные санкции, мы под санкциями, дескать, может быть, из-за этого мы так плохо живем, власть намекает довольно-таки прозрачно. Вот Советский Союз, мы все понимаем, что никакие санкции ему были не страшны. А что с Россией-то не так? В каком состоянии мы сможем не бояться санкций? Ведь, собственно говоря, ждать милости от Запада, который был всегда враждебно настроен по отношению к России, ну, бессмысленно, наивно. В каждом вопросе плане ответа, действительно, никаких санкций, таких, которые мы не могли преодолеть, нет, кроме одной санкции, нашей, так называемой, элитой, в кавычках, она заискивает с Западом и делает самое страшное, она разрушает страну. Потому что коррупция, которая у нас цветет пышным цветом, это из-за санкций, что ли? То, что у нас предприятия разваливаются и нет рабочих мест, это что санкции, но мы на самом деле производили когда-то огромное количество вещей, которые импортировали в эти же самые страны, которые сейчас нам санкции ввели. И, по сути своей, кстати, наши санкции, наши ответные меры иногда приносят ущерба больше, чем санкции, которые нас ввели вот эти вот, так называемые, западные партнеры. Потому что то, что мы сейчас сделаем собственным продовольствием, ну, помните, да? Ну, это что за глупость давить продукты питания бульдозерами? Что у нас, так называемое, так сказать, малообеспеченных не хватает? Детские дома. Да, я говорю, Сушки, а если бы вы взяли, ну, в качестве контрабанды, взяли бы золото, тоже бы ставить давить бульдозерами? Потому что это на самом деле продукты питания. Поэтому в нашей стране самая страшная санкция – это вот эти вот чиновники, которые видят жизнь свою и своих детей, будущую жизнь, за границей, вот и все. И вот это последнее решение о том, что давайте разрешим на госслужбе, на муниципальных службе быть людям, которые имеют двойное гражданство, меня вообще просто поразило. Потому что, с одной стороны, мы то, что принимали изменения в Конституцию, и одновременно с этим, сами же какими-то документами нормативными, отменяем это решение Конституции. Поэтому я думаю, что мы слишком много внимания санкциям уделяем. Если страна будет сильной экономически, то, что мы предлагаем, никакие санкции нам вообще не страшны. Они же относятся к власти и народу как помещики и крепостные. То есть они считают, что люди, которые получают деньги из бюджета, то есть народные деньги, они крепостные. Они могут ими помыкать, заставлять их делать то, что люди не хотят. И люди как-то с этим как будто бы даже соглашаются, потому что под давлением начальников, властей, они вынуждены, чтобы не потерять работу, куда-то идти, что-то голосовать, хотя у них совершенно другое мнение. Потому что как-то не проговоришься обыкновенным учителям, с врачом, с работниками бюджетной сферы, он говорит, не-не-не, я за единую Россию голосовать не собираюсь. Но понимаете, нас же тут всячески заставляют и контролируют, и многие сдаются. Мы не рабы, это надо понять. Мы не должны делать то, что проворовавшиеся, кстати, начальство, партия власти, заставляет нас делать. Нам нужно просто чувство собственного достоинства, где-то найти свое, найти, ты сказать, нет, я не буду этим заниматься. И действительно, без бюджетников они, то есть они могут там уволить одного, но 10 человек, 20 они не будут. Если все мы будем вместе, то тогда у них ничего не получится вообще. Хотя мы по многим регионам сейчас ездим, не короче, чем везде. Мы купили, единая партия Единая Россия купила автобусы. Откуда деньги на это? Вы взяли бюджет, то есть народные деньги, еще дай бог с откатами, со всякими распилами. И еще на этом говорите, что вы это сделали. Если бы, ну, слушайте, мы некоторые вот госконтракты знаем, видим, вот сейчас Владимир об этом говорил. Ясно, что можно было сделать два раза дешевле. То есть они как будто себя не забывают, еще и говорят, что они эффективные собственники. Вот эффективность их действий, она на самом деле видна вот по, мы тут были в Симферополе, больницу построили быстро, в результате она вся протекла. Построили вот этот аэропорт. Он весь течет. Слушайте, они не просто гробят народные деньги, они еще и делать ничего не имеют. Вот такой вопрос. Нынешняя власть пугает население нашей страны чем? Вспомните 90-е, бандитские 90-е, лихие 90-е. И вот что вы хотите, чтобы пришли коммунисты и на полках магазина ничего не было? Вы, грубо говоря, с голоду померли. Вот что у нас сейчас с качеством продукции на полках вот этих замечательных магазинов? Павел Николаевич, вопрос к вам. Мы вчера были в действительно очень хорошем таком устойчивом предприятии в Крыму, которое производит молочную продукцию. И выяснили, что этой продукции гораздо меньше, чем когда-то было в советское время. Ну, для примера, скажу, когда-то в Крыму было 800 тысяч голов крупного рода скота, а сейчас только 109. Ну, это естественно, то, что теперь мы видим изобилие на полках, это не более, чем успехи технологов, которые из пальмового масла могут произвести молочную продукцию. Из заменителей животных жиров могут произвести какие-то товары, которые на самом деле, по сути, мясные товары, которые мясом не являются. Да, появились новые технологии в мире, которые позволяют подсверцировать любую продукцию, там, заменители, красители, ароматизаторы. Но это не должно радовать людей, потому что они практически потребляют продукцию, они расплачиваются своим здоровьем и здоровьем своих детей. Мы же предлагаем поднятие сельского хозяйства на тот уровень, который хотя бы был когда-то в Крыму, ну и во всей России. Помните, что тут огромное количество было предприятий, миллионников или там миллионеров, да, и все поля были засеяны, и была действительно, скажем так, продовольственная безопасность. Мы все производили сами. Вот к чему мы предлагаем вернуться. А что касается вот этих вот разговоров о том, что бандиты, слушайте, а мне такое ощущение, что бандиты просто погоду теперь одели. Потому что вот их действия по ладжете, предприятиям, по захвату народного добра, ну, это они какие-то бандитские. И методы, кстати, борьбы с КПРФ, они тоже какие-то бандитские. Ну, грязные технологии, попытка опорочить наших кандидатов, снять с выборов, возбуждение каких-то уголовных дел, вот Николай Николаевич пострадал, мы тут на грани того, чтобы начать сейчас возбуждать уголовные дела по совхозу. Мы понимаем прекрасно, что у них нет аргументов, нет чести, нет совести. И они как бандиты действуют. Поэтому нам нужно вернуться к светлому будущему, чтобы участковый когда-то, как у нас это было, был выдвинут трудовым коллективом, чтобы судьи не назначались, а избирались, чтобы судебные, то есть, посяжные заседатели были выдвинуты от народа. Ну, и многое другое, что в нашей программе есть, я, конечно, могу долго рассказывать. Пожалуйста. Тут газетника, короче, показывает за СССР, за сильную, справедливую, социалистическую родину. И мы хотим, чтобы мы все жили в справедливой стране, в стране, где люди чувствуют себя достойно, где человек труда – это главный герой, а не те, которые там выступают по телевизору, и на них, извините, надо смотреть невозможно. Поэтому мы за то, чтобы все пришли на выборы и проголосовали за нас, за КПР.